В Иванове участились ДТП с участием велосипедистов и мопедистов. Только на этой неделе было зарегистрировано три аварии. Пострадали в них сами начинающие водители. Основная причина происшествий – элементарное незнание правил дорожного движения. Сотрудники Ивановского ГИБДД решили снять учебный фильм для юных лихачей. Мы снимаем обучающий фильм для подростков о том, как нужно управлять вело- и мототранспортом на дороге, поскольку сейчас достаточно это острая проблема. У нас практически еженедельно случаются дорожно-транспортные происшествия, с участием несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта. И поскольку сейчас летний сезон и дети очень часто оказываются на дороге, необходимо предупредить данный вид дорожно-транспортных происшествий. Идею создать учебное пособие поддержали члены Ивановского скутер-клуба «Райдерс-37» и городской Центр развития детской одаренности. За съемку фильма взялись начинающие журналисты. В кадре несовершеннолетние велосипедисты и скутеристы рассказывают о правильной экипировке, об условных знаках другим участникам движения и объясняют, как вести себя на дороге, чтобы избежать ДТП. Большинство владельцев скутеров, мопедов в частных случаях не знают просто правила дорожного движения, не соблюдают технику безопасности, своего здоровья и окружающих. И из-за этого они могут повредить себя и окружающих. Такое количество ДТП можно сократить за счет знаний правил дорожного движения. Во-первых, проведение каких-то мероприятий по ихнему обучению, ну и получение знаний от старших. Согласно ПДД, движение по дорогам на велосипеде разрешено детям не младше 14 лет, а на мопеде не моложе 16. Но, несмотря на это, очень много подростков с тихого согласия родителей продолжают кататься на мопедах и велосипедах по проезжей части. Учебный фильм планируют показывать в городских школах. Инспекторы надеются, что если о правилах движения ребятам будут рассказывать сверстники, они прислушаются и, возможно, ДТП с участием подростков станет меньше.